Там очень мало символов, там не обязательно указывать, потому что есть кнопка позвонить. Давайте пройдемся о себе, там можно указать до 300 символов, но там очень мало символов тоже и там мы пишем основные смыслы, чем вы занимаетесь, что вы предоставляете. Это заходим в редактировать профиль, здесь печатаете. В общем, там должен находиться оффер. Оффер переводится с английского как сильное предложение. Это такое предложение, от которого ваш потенциальный клиент не должен отказываться. Это именно не организация, а именно как профсоюз. Как профсоюз защитил твои права в течение 24 часов. Бесплатно. Или можно расшифровать свое имя. Можете расшифровать, но просто это будет информация. Надо доводить ваши основные смыслы, что вы делаете. То есть это уже упаковка вашего товара, вашего продукта. И там прописываете защиту трудовых прав, социальные гарантии. У вас же много там? Я уже говорю, у вас, да? Я три раза просился, чтобы меня отстранили от исполнения обязанностей председателя молодежного совета. И мне сказали, работай. Ну вот так вот нормально, нет? Вот если я уже не пишу. Просто... Это где они хотят? Нет. Посидеть. 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 Ну, конечно, в Офере должно быть ваше УТП. Уникальное торговое предложение. Чем вы отличаетесь? От других. Не знаю. Ну а кто ваши конкуренты? Зачем вообще вступать в Ваши? Вообще же, в принципе, у первичников тоже есть конкуренты. Там, не знаю, адвокатские какие-то конторы, юридические конторы. Которым работник не к вам пойдет, а пойдет туда, к другому юристу. И будет с тем юристом право качать на вашего работодателя. Творческий потенциал. И еще какой есть? Творческий потенциал. И еще какой есть? Вы вообще можете аккаунт скачать, не знаю, до 10 тысяч подписчиков и продавать уже рекламу. Так, а теперь сделали. Обязательно нужно привязать теперь аккаунт к Фейсбуку. Для чего привязываться аккаунт к Фейсбуку? Чтобы из вашей просто странички сделать бизнес-страничку в Инстаграм. Чтобы просматривать статистику и еще запускать таргетированную рекламу прямо из приложения. Можете выделить какой-нибудь бюджет и запуститься. Это что такое вообще? Это не надо делать. Почему? Потому что этот шрифт не найдется в поисковой сети. Это, конечно, красиво, но это неэффективно. А здесь почему-то какой-то минус 32 красный говорит. Так, у вас бизнес-страница, да? Можно повторить, а вот о себе было запомнили, а потом что? О себе сейчас привязываемся к Фейсбуку, чтобы сделать бизнес-страничку, чтобы рассматривать статистику. Инструменты, да? Или что-то? Так, редактировать профиль. Попробуйте инструменты Инстаграм. Инстаграм бизнес, да? Категорию Медучреждения попробовать зайти. Или профсоюзы, там, защита прав. А где профсоюзы работников? Нет. Много профсоюза есть вообще? Есть, да. А, есть. Категория тоже. Есть. Это какой-то мой номер телефона. Ну да, и где-то он позвонит. Нажмут на кнопочку. Ночью. 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 А можно в личной странице, да? А можно в личной странице, да? Можно. А она не будет там? Не помнишь? Да, конечно. А я бы хотела спросить, если везде один и тот же пароль делают, то ничего страшного? Да ничего страшного, конечно. Нет. Ничего страшного. Нет. Там достаточно много. Сильно. Нет. Там же начинка, которая выходит, я его выучу. Ой, пиздец. Предоставим. Название не действительно. А что? Фейсбук. Вот это вот название страниц. Там, скорее всего, пробел или большие буквы стоят. А пробел это не должно быть, да? Большие буквы должны быть. Не, ну я бы не выбирала, это как то там было, видела в инстаграме. Я попробую без пробелов. Так, здесь можете не указывать в принципе. хэштеги. Ну конечно, они если идут. Есть хэштеги? Смотрите. Если вы, как вы думаете, что вас найдут, если вы в профиле указали хэштег и вас найдут по этому хэштегу, то из профиля хэштеги не ищутся. Вы в профиле, если хэштеги ставите, понимаете вообще? В профиле вообще тоже не эффективно ставить хэштеги. Они только кликабельные на что-то. Если у вас, например, отзывы по каким-то хэштегам объявляются, то конечно можете поставить в профиль, чтобы человек зашел и посмотрел. А если вы думаете, что по этому хэштегу вас найдут, если вы укажете в профиле инстаграма, то вас не найдут по хэштегу. В общем, о пользе и привязке к мейсбуку тем, кто не понятно. Инстаграм. Чтобы смотреть статистику, да. Есть мнение, что если привяжешься в фейсбук, станешь бизнес-аккаунтов, то твой охват упадет. На самом деле охват так и так упадет. Он с каждым месяцем фейсбук уменьшает охват специально, чтобы люди больше покупали рекламу. Следующая идёт ссылка на сайт. Это в редактировании, да? Это в редактировании, да, идёт сайт. Но сайт там можете не указывать, можете воспользоваться сервисами message.me или tablink, чтобы была прямая связь, если вы хотите, чтобы человек вышел на вас через какой-то мессенджер. мессенджер.me можете записать в tablink, можете зарегистрироваться отдельно. Если мы сейчас ещё будем зарегистрироваться, ещё часочек у нас идёт. Просто запишите эти сервисы, зайдите, посмотрите, там можно указать ссылки на ваши мессенджеры, ВКонтакте, Telegram, Viber, Whatsapp. И человек туда заходит, там мини-страница, мини-лендинг. Человек туда заходит и может прямо пропасть вам в чат WhatsApp или Viber. И прямо написать, если ему удобно написать Viber или WhatsApp. Также можете сделать просто прямую ссылку на WhatsApp, если есть WhatsApp. Если хотите, чтобы ваш потенциальный клиент, ваш потенциальный член профсоюза написал вам. То есть мы указываем сайт и ещё дополнительно? Нет, туда только можно один сайт указать. Можете написать прямую ссылку WhatsApp. Научить вас делать прямые ссылки, чтобы люди нажимали на неё и прямо вкладывали к вам в чат WhatsApp и могли вам написать личные сообщения. Пишите W. А это куда мы должны ввести? Ну да, ссылка. Кликабельная ссылка. Можешь прямо там писать. Это ВКонтакте? Нет, у себя. Это будет ссылка на ваш чат. Это на сайте. У тебя сайт там уже указан? Ага, если ты переходишь на него, то как это выражается сайт? Здесь одну кликабельную ссылку можно указать. Смотрите, пожалуйста, как ещё у вас ссылку сделать? На мессенджер. На мессенджер просто запишите в message.me.duplink. Там вы отдельно можете зарегистрироваться. Там есть бесплатные пакеты, есть платные 150 рублей в месяц. А ссылку на WhatsApp, например? Просто ссылку на WhatsApp давайте сделаем. W.A. Пишите W. Это Instagram? Да, может, Instagram. А где это? Вместо своего сайта можно указать ссылку. W.A. . Mi. M.E. Splash. И номер телефона с семёрки начинается. Без плюса. Не, не, не. Splash это касание. Не, не, не. Одна. И номер телефона с семёрки. И номер телефона с семёрки. И закончен? Всё. А, это не надо, да? Да. Это прямая ссылка на WhatsApp. В.A. . Mi. М.E. 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 Сплэш. Это касание. В.A. Mi. И всё. Установится кликабельная ссылка, и человек, находясь в любой точке мира, нажмёт на эту ссылку и попадёт вам в чат. Прямая ссылка на WhatsApp. А на сайт тоже так же сделать? А на сайт как сделать ссылку? Там одна только ссылка. Одну только ссылку ставить. Вообще? Если вместо номера телефона... Просто ставишь ссылку на адрес твоего сайта. И всё. И всё? Угу. Вот. 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 У меня жуткая проблема с сайта с ознаком. Да, ты же. Придюси. Какая-то фигня у нас. Вот. У нас же вот эта гонкой, нахота. А, Яна Сергеевскина. Ну, здесь очень всё коротко. Потом, если что, вспомните, посмотрите на это, возможно, как вспомните. Я думаю, всё равно мой рассказ для вас будет маленько полезен, насколько это будет. Так, ладно, с ссылками разобрались. Переходим в актуальное. Актуальное – это кружочки, которые вы сохраняете со сторисом. Это не вредационно. Ну, это делаете сторис. Можете сторис прямо сейчас запилить. Это центральный? Это нажимаешь на домик и свайп влево. У всех получается? Покажите мне, где это. Спасибо. Спасибо. Важная차�ка Виктория. Затем 76-й crappy штура Л likesering. Все. Да!? Вы решите. Уранка Виктория.' Цельсия не может подтянуть. Как у нас там молодёжный сайт МССДРАВЖД? Как? Да, 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 можно видеть. Так, фотография, и? И, Серёжа, давайте все отметим МССДРАВ и его на сториз и отправим в директор. Что у вас есть у всех инстаграм. А как его зовут? Нет, МССДРАВ. В смысле, это получатель, да, Глеб? Я активно сделан его. Как выключим? Я сейчас вовсе не вносил. МССДРАВ. Нет, вот фотография пошла. И у меня вовсе не было. Вот эти. Забачки. МССДРАВ. Давай. Ты уже здесь. Снимай. МССДРАВ. Так, ставите собачку, чтобы ответить. МССДРАВ. Вот внизу у тебя есть молодежный совет, видишь? Молодежный совет. На неё нажать? Окей? Галочка, да? Скажи. Всё, отметила, получается. Что вы укладывали? Вот этот, да? А вот этот, да? А вот этот, извините. Это вот что мы ввели? То есть их группа какая-то? Нет, получается, что вы выложили сторис. Сибула смешной. Сибула смешной. Сибула смешной. А получателям вот этого ничего не надо? Там ваша история. Ваша история. Самая важная. Галочка. Малочка просит. Смотрите. Я сейчас уже не буду с ними. С plus. jatel. Здесь. 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 . Ну и эту историю сможете сохранить в актуальном. И там можете разгонить по категориям. Это потом можете уже все сделать. Например, у вас проходит какое-то мероприятие. Вы снимаете stories, сохранили к себе в актуальное рубрику мероприятия. Вы еще где-то что-то делаете. Тоже сняли stories, сохранили к себе рубрику. Актуально редактируйте обложки, делайте на них иконки в любимом стиле. Чтобы делать другую рубрику. Учеба, например. Находитесь на учебе. Ну и по публикациям, по постам, по последним десяти постам, у вас должно быть понимание, кто к вам зашел на страничку, кто вы, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Нажимаете stories и сохраняете. Название. Название, да? Учебу нужно написать. Мастер-классы. Хорошо. Вот с этого положения куда меньше. Так, ваша история. А где я еще? Вот здесь. Понимаете? Можете уже подписаться на МСИС Граф. Здесь найти МСИС Граф. МСИС Граф. Когда вы склонили актуальное, что мы можем там расположить? Отзывы, рубрики разные. Можете выложить прайс. А ты актуально? Может, коррективно? Коррективно в виде фотографий, 180 страниц, 180 stories. Ну, в принципе, было бы прикольно. Да, коллективный договор на странице Инстаграм. Любой человек может зайти почитать. Самое интересное. Любой фото. Видимо 15 человек. Фотка 7 вообще. Ну, как бы можно пасекать. Это название данного, да? Можете зажать, или что-то читать. Да, может, как будто бы одна пасеки. Может, пасеком зажать, или что-то читать. У меня еще не отобразили? Индексация не пришла. Угу. Угу. Страхностический дуэкость. Я не уникал. Он испытал today. Угу. 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 Грин. Угу. Обязательно, когда что-то снимаете, протирайте камеру не просто перед съемкой, а протирайте камеру прямо перед каждой фотографией. Потому что подержали в кармане, там пыль осталась или еще что-то, какие-то отпечатки. Это все отражается на фотографии. В общем, запомните, просто перед каждой фотосъемкой протирайте камеру. Вообще просто всегда протирайте камеру. Ну, конечно, выберите хорошее, существенное место. То, что вы сейчас заснали, можете почистить свою галерею. Также, когда снимаете, смотрите, какую композицию снимаете, на какой, на фоне, что там у вас расположено. Фотографии никогда не режьте по суставам, по локтям, по коленкам, по тазу, по горлу. Фотографии делайте вот так. Либо так. Либо так. Вышли на линии. Ну и по обработке. Обработку никогда не делать и совсем не делать не надо, и перебора тоже не нужно. А когда лицо сильно желтое или красное какое-то, или еще что-то. Я думаю, полезно было. Да. Посмотрим. Кто-то какую-то пользу всё равно для себя, наверное, усвоил. В общем, всё. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. А ну, если вы можете, записать вам тишко. Если нужны услуги продвижения, то есть тогда вы можете писать, не знаю, первичку растутить. Около целевой аудитории. 8, 983, 4, 351, 333. Ну, конечно, неэффективно в 2013 году. Никак в 2013 году. Ну, работает. И... И... ... ...